Техническое описание кода неисправности OBD2, датчик выбора скорости вращения в ОМ1, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Ford, GMS, Chevy, Dodge, Ram и т.д. Несмотря на то, что в общем, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, код неисправности OBD2 P254D и соответствующие коды P254A, P254B, P254S и P254E связаны с цепью отбора мощности или переключателя одного датчика скорости, отбора мощности, ВОМ или коробка отбора мощности, Это система, которая связана с трансмиссией транспортного средства и используется для привода вспомогательного оборудования, это вспомогательное оборудование может включать такие вещи, как снегочистители, самосвалы и т.д. Когда PSM обнаруживает напряжение или сопротивление в цепи датчика, переключателя одного селектора скорости ВОМ, которая настолько высока, что выходит за пределы ожидаемого диапазона, Будет установлен код P254D и проверьте лампочку двигателя, загорелся сервисный двигатель или оба могут загореться, какова серьезность этого кода неисправности Серьезность этого кода, как правило, не является серьезной, поскольку он, скорее всего, повлияет только на функции ВОМ, но не на обычные функции автомобиля Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P254D могут включать, вспомогательное оборудование для ВОМ не будет работать, проверьте, горит ли лампа двигателя, каковы некоторые из распространенных причин кода Причинами этого кода P254D могут быть, неисправный датчик ВОМ, неисправная или поврежденная проводка, разъеденный, поврежденный или ослабленный разъем, Дефектный предохранитель или плавкая вставка, если применимо, дефектный ПКМ, какие шаги по устранению неполадок P254D Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование бюллетеней технической поддержки ТСБ, для конкретного транспортного средства по годам, модели и конфигурации двигателя, трансмиссии, в некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, Если направить вас в правильном направлении, второй шаг, найти все компоненты, связанные со схемой отбора мощности ВОМ, и найти явные физические повреждения Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как соскоб, протирка, оголенные провода или пятна ожогов Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и поврежденных контактов, этот процесс должен включать все разъемы проводки и соединения со всеми компонентами, включая PSM Проконсультируйтесь со специальными техническими данными для автомобиля, чтобы проверить конфигурацию цепи безопасности уровня масла и посмотреть, есть ли в цепи предохранитель или предохранитель Продвинутые шаги Продвинутые шаги становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точной работы, эти процедуры требуют цифрового мультиметра и конкретных технических справок для транспортного средства В этой ситуации датчик давления масла может облегчить процесс устранения неисправностей, эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет Продвинутые шаги